всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео хотел бы ответить на частый вопрос который задают те кто только-только начинает заниматься музыкой занимает начинает заниматься музыкой в logic самый частый вопрос с чем не работать с каким форматом стерео и лимона вот что мне лучше использовать на какую дорожку писать то есть я постараюсь сейчас в этом видео насколько это возможно ответить исчерпывающий на этот вопрос и надеюсь что он будет полезен новичкам и полезен ну может быть и уже профессиональным уже со стажем музыкантом которые там какие-то нюансы может быть позабыли в общем надеюсь будет полезно давайте по порядку значит что такое мон и стерео моно это по сути у вас когда есть моно сигнал то есть это один канал который у нас звучит с моно дорожки вот у меня здесь в проекте есть вот такой моно вокал то есть он определяется как очень легко у нас logic показывает какой тип файла у нас стоит на дорожке я напоминаю что тип дорожки и тип файла это не одно и то же у нас может быть моно сигнал располагаться на стерео дорожки то есть здесь у меня видите стерео дорожка вот fox 2 вот у нее два кружочка здесь у меня моно дорожка и при этом моно файл но я могу при моно файл перевести перетащить на стерео дорожку дорожка от этого не перестанет быть стерео то есть надо понимать что это разница вот кстати тоже пример что у меня сейчас стерео вокал точнее файл стерео файл находится на моно дорожки значит что вообще такой моно и стерео моно и стерео вот если с точки зрения именно файлов смотреть то это просто файл с одним каналом данных звуковых и с двумя каналами вот двумя каналами здесь у нас левый и правый значит что такое моно канал вот в контексте logic по сути моно так такового в лоджике нет потому что у нас всегда на выходе стоит стерео выход то есть мы всегда работаем через стерео выход до тех пор пока вот вы сюда не нажмете и у вас не будет проект разделен на два моно выхода независимых но так никто не делает все работают через стерео что мы работаем с вами в стерео и соответственно все что мы слышим в лоджике по сути формат у этого стерео то есть все что с весь звук который нас лучше приходит на нашу стерео шину так или иначе это стерео про маршрутизацию я уже неоднократно рассказывал у меня есть курс отдельно по маршрутизации в рамках продвинутого курса там нет тоже упоминаю более подробно поэтому тоже зайдите посмотрите если вдруг не смотрели но в общем идея вообще такая что мы работаем стерео так вот что такое что происходит когда у нас моно сигнал вот еще за солирую моно дорожка приходит на стерео канал то есть у нас вот стерео канал давайте посмотрим здесь очень наглядно видно что здесь у нас всего лишь одна полоска метринга то что всего лишь один канал у нас в этом файле и у дорожка соответственно тоже монофоническая но здесь мы видим две полоски они абсолютно идентичные то есть их уровень абсолютно одинаковый но все-таки это стерео потому что у нас есть левый и правый канал так вот если я сейчас например на дорожке с вокалом монофоническим сделаю панораму допустим влево то эта дорожка как было моно она так останется моно но мы уже услышим тот самый стереоэффект на вы в чем он заключается в том что левая часть нашего выхода из logic громче чем правая почему громче потому что вот эта ручка панорамы в контексте моно дорожки это по сути ручка громкости между левым и правым каналом что из этого следует если вы еще надеюсь вы не запутались если у нас стоит панорама в середине то у нас с равной громкостью вот этот моно сигнал идет одновременно в левую часть нашего стереовыхода и вправо то есть по сути это можно назвать dual моно но не можно это по сути я есть dual моно то есть если вы сталкивались с таким где-то понятием вот имейте ввиду что именно этой происходят у нас easy mon монофайл копируются два раза по сути вот с ручка панорамы и воспроизводится одновременно в левом канале нашего выхода из logic и в правом канале нашу выхода из логик то есть таким образом мы слышим посередине как все говорят по центру что такое по центру и когда у нас и левая канал и правый канал абсолютно одинаковые нам кажется что у нас звук звучит откуда-то посередине вот если вы сейчас наушниках вы как будто слышите звук у себя внутри головы да если вы слушаете на мониторах вы слышите как будто звук идет между вашими мониторами хотя у вас там ничего нет у вас там скорее всего экран вашего ноутбука или аймака и так далее то есть это такой психоакустический эффект в этом собственно вся суть стерео ну и и панорама работает как ручка громкости или баланса между собственно левым и правым канал то здесь я сейчас отправлю вот сюда на максимум влево то у меня будет моно сигнал звучать просто с одной стороны моего стерео ну из то же самое наоборот думаю это понятно то есть это у нас тип монофонического файла дальше у нас есть тип когда файл стерео но по факту в него зашит моно сигнал как это определить это можно определить точно по такой же схеме что у нас информация и слева и справа абсолютно одинаково давайте послушаем то есть мы слышим абсолютно одинаковый вокал видно что и левый и правый вот метринг у дорожки абсолютно идентичны и самое главное мы видим по по волне то есть здесь вот по волне видно что у нас абсолютно идентичны левый и правый канал и то есть вот они абсолютно одинаково у нас прям вся форма время начала громкость амплитуда этот рисунок скажем так абсолютно одинаково о чем это говорит это говорит о том что просто был изначально моно сигнал то есть был записан вокал моно и соответственно просто потом кто-то вывел это как стерео файл то есть вывел просто через шину мы все что опять же из ложек и выводим неважно было на моно или стерео она становится всегда стерео то есть все что мы делаем через обычный bounce из проекта она всегда получается как стерео файл поэтому вот у нас здесь тоже так получилось но это не значит что этот сигнал у нас стереофонический потому что нету разницы между левым и правым сигнал все это тоже надо помнить с каждым обновлением секвенсор logic про обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке но после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователям logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывай обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику а вот давай теперь посмотрим барабаны вот у нас есть барабаны и соответственно здесь давайте послушаем их сперва здесь уже все не так однозначно потому что у нас левый сигнал и правый отличается мы слышим что у нас хай-хэт например в правом канале более явно выражен чем в левом но здесь послушаем но при этом какие-то элементы барабанной установки у нас звучат посередине то есть опять же в нашем этом фантомном центре либо в нашей голове если в наушниках либо между мониторами если мы на мониторах это говорит о том что часть панорамы вот мир бочка вот нас играет бочка бочка у нас была строго по центру то есть стояла у барабанной установки и поэтому мы видим что здесь ну в этом месте различий практически нет но когда у нас играет вот например один отдельно нас хай-хэт то можно посмотреть и увидеть что здесь сама форма волны чуть-чуть отличается то есть она ведь не идентичная здесь такая более острая здесь такая более сглаженная то есть есть какие-то изменения значит все значит это уже не монофайл то есть это уже стереофонический файл я могу сейчас для сравнения сложить эту дорожку в моно вот то есть слышно когда я складываю в моно сразу становятся барабаны узкие вот тогда уже все точно становится посередине но если я отключаю обратно переключаю в стерео то наши барабаны сразу слышно что опять становятся такими широкими слышно слышно реверберация комнатная объемная хай-хэт уходит вправо и так далее то есть это говорит о том что у нас все-таки стерео сигнал несмотря на то что в нем есть моноэлементы то есть это не надо путать и давайте посмотрим еще например электро пиано здесь такая же история здесь слышно что более высокие ноты ну скажем так партия правой руки она у нас громче и играет правее а вот левая она больше посередине и чуть левее и вот здесь это кстати на волне тоже видно то есть у нас где вот играет правая рука более активно видно что у нас форма волны толще чем вот в левом в левой части сигнала поэтому в панораме вот этого стерео 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 дорожки мы видим что у нас действительно справа чуть больше происходит энергии скажем таким образом мы слышим как бы что фортепиано опять же у нас не ну точнее электропиано она у нас точно не монофоническое опять же вот для сравнения могу сложить в моно вы должны всегда задаваться вопросом с каким источником вы работаете вы можете по файлу посмотреть но общее правило довольно легкая для всех новичков вот чтобы не путаться значит у нас есть монофонические инструменты это как правило все что записано на один микрофон то есть надо понимать один источник звука это моно то есть как бы вы чтобы не придумывали вот вы если вы записываете голос у вас стоит один микрофон у вас рот тоже один поэтому как бы вы не хотели вы можете стерео можете там квадро сделать вас равно из изначальная дорожка монофоническая то есть вот как вот случилось этой дорожка вокала и нужно писать голос на монофоническую дорожку то есть вы когда создаете новую аудио дорожку вы должны выбирать вот здесь именно режим моно то есть вы здесь выбираете именно один вход то есть вот можно выбрать стерео 1 плюс 2 да это у нас стерео дорожка вам нужно выбрать один то есть просто единичную единичный вход тогда таким образом у вас создается моно дорожка вот кружочек и вы записываете, соответственно, у вас все пишется в один файл, монофайл. Дальше, если вы хотите что-то обрабатывать, то, как правило, обработка тоже должна быть монофонической. Я знаю, что некоторые любят там ставить какие-то пресеты, где есть реверы, и по сути ревер может превратить монодорожку в стерео. Такое бывает. Вот давайте, например, я сейчас покажу. Вот я беру ревер, допустим, Space Designer. И вот видите, здесь у Space Designer есть режим Mono, Tu, Stereo. То есть что это означает? Это означает, что дорожка у нас остается монофонической. Часть сигнала, который у нас идет до Space Designer, она у нас в Mono. То есть вот здесь у нас поставлю плагин, он будет монофонический. А вот все, что идет после стерео Space Designer, у нас уже переходит в стерео. То есть и сама дорожка у нас тоже превращается в стерео. То есть Space Designer в данном случае как такой разграничитель. Он берет моносигнал вот этого вокала и превращает его в стерео. Для чего это нужно? Ну, нужно для того, чтобы вот этот эффект эхо ревера был стереофонический. То есть таким образом у нас получается появляется объем. Все, давайте теперь посмотрим с холлом. То есть у нас слышно, что вокал также остался посередине, но вот ревер вот этого плагина у нас уже в стерео. То есть он и слева, и справа. Если я сейчас переключу этот ревер обратно в режим Mono, дорожка возвращается в режим Mono, с теми же настройками вы можете послушать, как это звучит. Слышно, что и ревер, и вокал строго посередине, как будто где-то у нас, где-то между источниками звука, между мониторами или между наушниками. То есть так это и работает. И, соответственно, если вы вдруг хотите на Mono источник поставить какую-то стереообработку, отдавайте себе в этом отчет. Потому что, ну, например, эквалайзер и компрессор нет никакого смысла ставить стерео для Mono дорожки. Вы никакого от этой выгоды не получите. То есть никакого преимущества от этого не будет. Поэтому я всегда рекомендую какую-то вот такую обработку прикладную, техническую, такую, как там эквалайзеры, компрессоры, ноизгейты, диэсеры, сатураторы. Вот такие все основные именно обработки сигнала исходного, да, оставлять в том же формате, в котором был исходный тип. То есть если это Mono сигнал, то значит в Mono. А вот уже эффекты вы в самом конце можете ставить в режиме Mono, то стерео. Либо вообще эффекты отправлять через посыл на отдельную шину. Вот я, например, сейчас сделал 21-ю. И на эту 21-ю она у нас в стерео. Уже могу поставить спокойно стереообработку. То есть у меня мой вот этот ревер работает. Давайте проверим. В режиме. Ну, лучше его переключить на стерео сразу, чтобы он сразу в стереорежиме работал. И тогда у нас получается, что сама дорожка Mono. Все идет на стерео выход также в Mono. Но вот этот Mono сигнал, который у нас посылается, копия его точнее, посылается на Space Designer, она у нас здесь уже как бы обрабатывается стереоэффектом и выходит у нас стереоэффект со стереоаукса. То есть вот это Aux2 у нас стерео. Его можно тоже переключить в Mono, но нам это не нужно. То есть я всегда рекомендую такие обработки все-таки делать через посылы, а не ставить на каналы. Но если вдруг вам вот нужно, необходимо поставить обработку на канал, знайте, что в таком случае лучше использовать режим Mono, то стерео. Но правда не все плагины поддерживают этот режим. Некоторые плагины вообще не показываются на Mono дорожках, то есть вы можете выбрать каких-то разработчиков, которые вам нужны, и вы просто не найдете свой плагин, который вы хотите. Такое тоже бывает, это исключение. Например, у плагинов Waves такая проблема встречается, и у некоторых других разработчиков. У них просто в принципе в Mono не отображается тот или иной файл. Ну тогда, возможно, придется вам переключить дорожку в стерео искусственно, то есть у вас дорожка становится стерео, при том, что сам файл все равно остается монофонический. И тогда вы уже работаете, получается, со стерео файлами. Но просто знайте, что, например, эквалайзер будет работать в данном режиме в стерео, хотя работает с моносигналом. Чем это чревато? Ну, лет бы 10 назад я сказал, что это чревато последствиями в виде большей загрузки процессора, потому что, по сути, плагин обрабатывает один и тот же сигнал, да, слева и справа. Но для плагина это как два разных сигнала. То есть надо понимать, что это мы понимаем, что это один и тот же сигнал, да, что у нас вокал один, и он звучит как бы посередине, и слева и справа один и тот же. Но для уже компьютера и для процессора это уже разные истории. То есть когда мы работаем в стерео, это требует больше ресурсов. Сегодня, конечно, это уже не так существенно с современными технологиями, с современными возможностями. Хотя люди, которые работают со 150 дорожками с кучей плагинов в одном проекте, возможно экономия в виде того, чтобы переключить реально моноисточники на монодорожки и на монообработку, может спасти некий запас по вычислительной мощности. Поэтому имейте это тоже в виду. Надеюсь, что ответил на вопрос, когда использовать монодорожки и монообработки, когда использовать стерео вообще, что это такое. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях, пишите мне в личные сообщения, в нашем телеграм-чате, напоминаю, вступайте в него, если вы еще не там. И подписывайтесь на канал Logic Pro Help, здесь выходит много видео, в том числе видео-ответы на ваши вопросы. Всем успехов в творчестве, с вами был Дмитрий Урсул, всем пока!